В сентябрь ожидается теплее нормы на 1 градус. По летнему жаркими будут четверг и пятница. Днём температура воздуха поднимется до 30 градусов тепла. Правда, уже вечером в пятницу ситуация резко изменится. Вместе с циклоном придёт ветер и дождь, и может быть даже гроза. Синоптики предупреждают, в грядущие выходные лучше не копать картошку и вообще отложить огородные дела на неделю. В субботу погода изменится кардинально. В пятницу ещё достаточно тёплый день, температура около 25, местами выше. А вот в субботу произойдут изменения погоды в сторону похолодания. Небо будет в основном пасмурным, и мы ожидаем в субботу интенсивные дожди на всей территории центральных и южных районов. Ну и в том числе и в Красноярске. Ухудшение погоды продолжится в воскресенье и понедельник. Температура будет постепенно падать, и ночью 8 сентября возможны первые заморозки. Вместе с ними могут прийти мокрый снег, налить на дороги и туман. Поэтому спасатели предупреждают, водителям нужно быть особенно внимательными на пригородных трассах. Также советуют сотрудники МЧС лучше забыть об отдыхе на воде. После грядущего понижения температуры вода больше не прогреется до приемлемой для купания температуры. Из-за ветра, который поднимется на выходных, появляется риск различных происшествий. После такого мощного тепла и похолодания, это будет большой ветер, сильный ветер. Поэтому хотели бы предупредить население центральных районов и южных районов Красноярского края, чтобы в преддверии ухудшения погоды никаких сельхозпалов или костров не разводили. Ветер будет сквалистый и по всей вероятности будет локальное усиление ветра в части по городу Красноярск. Поэтому в субботу вечером транспортные средства убирайте все от щитов, от незакрепленных крыш, от незакрепленных заборов и так далее. Но несмотря на непогоду в первой декаде сентября, к середине месяца дожди прекратятся, выглянет солнце, а дневные температуры вернутся к отметке 25 градусов. Но сколько продлится бабье лето, синоптики сказать не берутся. Но уже к третьей декаде месяца снова похолодает до плюс десяти. Сергей Сеславин, Алексей Гусев, Максим Галат. Новости.